друзья всем привет с вами андрей фильм в общем очень много вопросов по поводу освещения как бы пишет и в личку в инсте частенько про освещение когда-то до этого рассказывал про то как у нас делано освещение на базе у нас здесь с этой стороны стоят три фонаря как бы два прожектора и один такой фонарь как ну вот на дорогах общего пользования стоять я не знаю как они называются ну типа 2 линзы там такие но может кто знает пишите в комментарии сейчас я вам все покажу в общем у нас два фонаря на столбах вот на один этот линзованный и здесь вот у нас на втором столбе у нас получается прожектор и здесь но этот он еще не загорелся а загорается он сам автоматически как бы у нас все освещение здесь сделано с помощью датчиков как бы датчики называется фотореле но сейчас я вам покажу я обещал рассказать про это все как бы сейчас я вам покажу специально взял этот датчик у нас их много ну свое время делал еще просто не везде дали с этой стороны мне освещение сделано полностью с той стороны я просто просто на хранилищах на торцах прожектора и все здесь уже более свет такой но более серьезные сейчас я вот кстати здесь освещено получается здесь и так освещается весь и даже чуть дальше вообще в планах сделать полностью освещение везде ну как она между хранилищами сами и вокруг хранилищ вот это вход но он освещается на не полностью может на той стороне если поставим два столба и поставим фонари то также будет освещаться как здесь но здесь столбы они стояли изначально когда мы только купили эти хранилища купили под станцию поставили и надо было освещение протягивать и пришлось это устанавливать столбы и здесь стоит прожектор я не помню но он что-то стоил дорого по моему в районе пятака но светит он очень круто и причем он энергосберегающий очень мало электричество берет и светит и на них стоят на каждом вот такой вот фотореле но он так и называется много их разных конфигураций как бы зависит от производителя многое но мы берем какие есть магазин типа у нас особо выбор небольшой единственное вот эти фонари которые на столбах я сам не ставил мне их ставлю потому что у нас не было лестницы тогда 10 метров ки и нам ставили не 10 даже больше я не знаю сколько столб пишите короче не было у нас лестницы и не было возможности залезть и мы нанимали вышку но опять же нам все поставили сделали и все на таких фотореле как бы они есть разные это вот у нас насколько на маленькая 1300 ватт мощность но есть больше то есть чем больше тем можно мощнее фонари ставить там типа но вот это вот вот это реле подходит читай под любые фонари она как бы ну такая нормальной мощности а есть еще больше они они уже идут под несколько фонарей то есть можно было вот три вот этих фонаря от одного реле сделать но я не видел в этом смысла потому что как бы ну зачем можно лишние провода тянуть если там идет как бы подстанция от подстанции идет сип и ну сип это нашу что запад подстанции идет это уже наше все то есть электричество если до подстанции то это уже воруешь но ему получается вот после подстанции через сип через специальные зажимы уже у нас прокол сделали в себе и вот подключен у нас фонарь и также здесь этот фонарь тоже на столбе через сип сип правильно называется по моему так не знаю и вот загорелся пока я ходил загорелся вот этот фонарь в общем разница у них где-то в полминуты в минуту вот так вот розжиг у них вот он фонарь горит короче как только начинает темнеть вот сейчас время у нас сейчас я вам скажу сколько у нас времени пять часов вот у нас зима сейчас пять часов и уже фонари загорелись как только начнет расцветать они сами потухнут то есть в чем плюс есть система которые программируемые да там хорошо поставил но их постоянно надо настраивать есть которые автоматически там настраиваться но это дорого все стоит это решение стоит в районе 200 рублей вот такая штука стоит 200 рублей купил поставил три провода один вот это плюс по моему да 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 один плюс один подключается к плюсу вход и один еще подключается к минусу ну то есть плюс и минус и это вот плюс выходной как бы она работает но чуть употребляет ток ну потребляет чуть-чуть ток во время работы но он вообще там по мелочи короче не заметен то есть единственное по поводу установки надо смотреть инструкцию здесь есть дырочка но как бы это чтоб конденсат стекла его надо ставить вот так есть наоборот который ставится вот таким вот образом то есть надо смотреть инструкцию обязательно и вот так все у нас горит как бы здесь есть на этом фонаре это единственный этот фонарь здесь он можно отключить его вообще то есть там стоит выключатель обычный автомат а эти фонари у нас и не выключаясь как бы они постоянно у нас в работе ну и уже работает эта система больше трех лет как бы без нареканий вот эти датчики ну то есть они на улице мороз холод ветер там и все нормально работает я считаю что это ну как бы очень такое интересное решение и можно им пользоваться так что ребята кому надо сделать свет вот он датчик покупайте ставьте и ни в чем себе не отказывайте так сейчас я переключу камеру в общем как бы это очень дешевый и действенный способ ну как ну по крайней мере по отношению если покупать какие-то системы которые будут включать контрольный свет туда это намного дешевле просто поставил его и забыл как бы для нас это удобно чем тем что мы работаем допоздна бывает едешь на базу вот с поля там картофель убираешь там это а тут уже свет все горит все и везде все видно то есть без всяких проблем и утром он сам отключился не надо тебе не думать там отключил то свет или нет он сам отключается поэтому друзья как бы пользуйтесь действенная тема кому интересно если что-то будут вопросы какие-то пишите я вам подробно расскажу если что-то непонятно а по поводу подключений там вообще проблем нет все на есть инструкция есть даже такой пакетик черный типа чтобы протестить его но одеваешь пакетик он должен загореться днем и инструкция про эти провода как бы там особо сложного ничего нет я думаю разберетесь как я разобрался в течение минуты с поставил подключился работать как бы не жалею ни капли что поставили деньги вложены именно в нужное русло и как бы техника работает и я думаю работать будет хорошо единственное с той стороны еще не все поделано ну как бы они есть и мы их поставим и будут работать и будет у нас и сушилка освещаться сама включаться когда стемнело все это будет со временем но вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи пока